Девушки отдыхают Вот представляете, я вот только в 27 лет пошел на свою первую работу. Я на самом деле прогаю очень давно, с 14, но вот только в 27 решил, что надо пойти работать. Почему так поздно? А потому что я стартапить пытался. Мы с пацанами денег хотели заработать, мы хотели сделать какие-нибудь клевые проекты, запустить их, чтобы они там миллион долларов зарабатывали. Не получалось. Мы делали, хоронили, делали, хоронили, делали, хоронили. А главное, делал-то я это все быстро, очень быстро, потому что у меня была куча своих библиотек, на которых я это все делал. Прикиньте, еще там 2009-2010 год, еще нет ЛСССС, у меня уже есть собственный CSS-припроцессор, собственный HTML-припроцессор, PHP-припроцессор. Несколько фреймворков до того, как React и Vue появились, они были, тоже на Virtuan.Dop построили. Потом, когда React появился, я думаю, о, ну наконец-то кто то же самое сделал. И вот на этом всем я писал, 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 писал проект один, второй, третий, четвертый. В общем, да, мне в одно время когда-то надоело, решил, что, блин, хочется все-таки денег там заработать. Да, в общем, писал я всю жизнь языки и фреймворки всякие разные, пошел на первую работу, это был Java Enterprise. Кто-нибудь работал в Java Enterprise? Очень мало, сейчас я вам расскажу, что это такое. Вот прикиньте, я никогда не работал в команде, вообще никогда, ни разу, я никогда не работал с кем-то. Я писал все время всегда на своих всяких разных языках. Я прихожу, и меня друг позвал, там биллинг для мегафона писать. Я прихожу, и вышло так, что в первый рабочий день друг и мой начальник, они были в командировке в Москве на конференции, а это было в Питере. Я никого не знаю, ни разу не работал в команде. Подсаживаюсь к какому-то человеку, говорю ему, ну вот, слушай, объясни мне, что за проект, какая там архитектура, что надо делать, кто заказчик, кто потребитель, каким образом принимаются решения, как там строятся все процессы. Он на меня так странно посмотрел и говорит, а что непонятного? Вот жира доска, берешь любой тикет и делаешь. Вот примерно так выглядит Enterprise. Я понял, что, наверное, будет сложно. Но меня же все-таки позвали. Там была такая UI-ка, я сказал, что UI-ка не нужна, надо что сделать? Надо написать свой язык, который будет вместо UI-ки. Я на этой работе тоже написал свой язык. Это было на самом деле правильное решение, только Java-программисты этого не поняли тогда. В общем, мы немножко не сработались. Потом я устроился ВКонтакте. И что тут делаю? Правильно. Я тоже пишу свой язык. KPHP – это то, на чем написан ВКонтакте. Я сейчас расскажу про него, про его историю, про то, как там все развивается, потому что это на самом деле, наверное, единственный проект, который выходил в Open Source дважды. Вы же, наверное, знаете, что у нас ВК вот так. Что мы пишем весь ВК на PHP, и он транслируется в C++. Но, скорее всего, я об этом много раз рассказывал, это, скорее всего, известно. Да, мы выходили в Open Source дважды. И вообще, как это происходило? У KPHP очень древняя история, которая начиналась еще не с меня, она начиналась с прошлой команды, которая работала до 2014 года. Вот представьте, 2007, 2008, 2009 года. По факту, веб такой, какой мы его знаем сейчас, его тогда не существовало. Не существовало современных языков, фреймверков. Иде вообще ничего тогда не было. ВК уже писался. Он писался тогда на PHP, на MySQL, начал набирать популярность, и оно начало давать трещины. Сначала оказалось, что MySQL слишком медленный. Тогда командой было принято решение написать свои собственные движки, базы данных. И по сей день, на самом деле, мы в ВК используем собственные движки. У нас есть куча всего, мы не используем стандартные базы данных. Потом уперлись уже непосредственно в PHP. То, что как язык, он действительно медленный. Он хорошо подходит для своих задач, но для Highload он не подходит. И тогда написали первую самую версию, которая поддерживала очень маленькое, узенькое подмножество PHP, примерно как PHP 3. И вот на нем был написан тогда ВКонтакте. В 2014 году выложили все дело, и движки, и как PHP, одним коммитом, просто в open source на GitHub. И все. На этом все. Ни поддержки, ни документации, ничего, как обычно сопровождается в open source, больше не было. Вот тот один коммит мне до сих пор припоминают, на самом деле, где бы я ни выступал, всегда припоминают тот один коммит, сделанный прошлой командой. Потом три года прошло, команда сменилась, и в принципе ничего не происходило по этому направлению. В ВК пришла другая команда, продолжили писать бэкэнд, и он был написан по тем же самым правилам, которые были заложены изначально. Это было, вот, выглядело это примерно так. Это вот такое небольшое подмножество PHP 3. На самом деле это нормально. На самом деле, когда у тебя в команде несколько разработчиков, немного, и вы знаете кодовую базу, можно писать в целом в любом стиле, потому что ты и так знаешь, ты и так понимаешь. Но когда приходят новые люди, когда тебе надо анбордить каких-то людей, то эти новые люди смотрят вот сюда и думают, типа, что? Что такое options, вот, что сюда можно передать? Это массив, строка, объект, если массив, то есть чего, каких типов, что функция возвращает, что принимает, человек не понимает, IDE не понимает, не подсказывает ничего. Типа, блин, классов нет. Интерфейс, вот, прикиньте, реально, классов нет. Вот просто ты пишешь на языке, где нет структур данных. Ничего нет, ни современных средств разработки, вообще ничего. Ты не можешь это дело безопасно парифакторить, потому что IDE тебе не может ничего вывести. Почему все так? Как вообще с этим жить? На самом деле понятно почему. Потому что у команды были другие задачи. Они пытались, ну, скажем так, делали другие задачи. И в целом для того, чтобы заниматься языком, нужны очень специфичные знания. На тот момент никого не было. Я думаю, да, фигня, вопрос. Я всю жизнь языки писал свои, разберусь. И вот тогда 1 января 2018 года в 10 утра я пришел на работу в Zinger, сделал гидклон КПХП и начал смотреть, что там такое. Ничего не понятно, все знания утеряны, спросить не у кого. Ничего не ясно вообще, что происходит. И вот где-то полгода мне понадобилось, чтобы разобраться, чтобы разобраться в том, что это такое, как работает, каким образом можно это дальше развивать. Потому что интуиция подсказывает, что если из КПХП на тот момент сделать конфетку, если его научить всему, что нужно, получится очень клевый инструмент. И вот где-то за полгода я сделал тогда первую версию классов, структур данных, типизации. Мы поняли, что это работает, что эта типизация очень сильно ускоряет бэкэнд-код на самом деле, а структуры данных дают возможность человеку писать понятно, а IDE понимать написанный код. И следующие два года мы начали, я собрал небольшую команду, мы начали заниматься чисто языком. Мы научили КПХП в современной ПХП синдексе, то есть типа классы, интерфейсы, лямбды, прокачали рантайм, прокачали там, сделали ВК-специфик, оптимизации всякие разные, на плюсы новые переехали, кучу всего сделали, а потом поняли, что ну вот мы сделали кучу всего, а почему бы снова не выехать в open source? Три месяца мы готовились. Это было очень сложно на самом деле, каким образом все то, что мы понаделали, все то, к чему команда и Движков, и нас, мы лежали тогда в монорейпе, пришли, как это дело отделить, как это дело выложить, но в итоге, одну только документацию я месяц с лишним писал, но в итоге мы выехали, и 11.11.2020 года в 12.12. я выпустил на Хабре вот эту статью, и с этого момента началась вторая жизнь у КПХП. Зачем вообще компании что-то выкладывают в open source? Зачем это нужно делать, и зачем это делать не нужно? Давайте поговорим об этом. Если вы хотите что-то выложить, вам нужно понимать, что это очень сложно, очень-очень-очень сложно. Куча вещей, которых на самом деле, через которые вам придется пройти. Гигантская куча времени. Вот прикиньте, у вас, если изначально этот проект не open source, если изначально в вашей внутрянке где-то лежит, вам надо взять скальпель и очень-очень-очень аккуратно, с хирургической точностью, отпилить все внутренние зависимости для того, чтобы это дело выложить наружу, чтобы это дело могло собираться, запускаться, компилироваться, работать. Как и бэшников убедить, что там никаких приватных данных нет? На самом деле куча всяких разных вопросов, да даже с юристами. Казалось бы, что там, бери любую лицензию, используй. Даже с юристами мы пытались, скажем так, анализировали риски, а можно ли КПХП называть КПХП, потому что содержит под строку ПХП в названии, и вроде как есть ПХП-лайсенс, которая, возможно, это дело не позволяет, потому что у соседней компании там и с другой стороны тоже были у них же типа хак, хип-хоп, вот там тоже были какие-то траблы с названиями, вот это вот все. В общем, куча всего, и отдельным вопросом стоит, а как вы вообще хотите это выкладывать? Одно дело выложить все исходники просто одним коммитом большим, ну, в принципе, его можно превьюить, в принципе, можно посмотреть. Другое дело выложить с историей. С историей выложить значительно сложнее. Вот представьте, вот просто убедиться в том, что нет никаких приватных данных, айпишников, паролей, секретов в коде, ну, еще в принципе можно. А как убедиться в том, что ни в каком коммите 2015, 2014, 2013 года ничего такого нет и никогда не было, когда их несколько тысяч? Как в этом убедиться? Непонятно. Если вы хотите выложиться с историей, то готовьтесь к тому, что вам придется эту историю строить с нуля, очень-очень-очень много раз собирать по кирпичикам, потому что должны быть вещи, которые не должны выезжать с историей, должны быть вещи, которые должны, они должны как-то стыковаться между собой, изменится пути, изменится много чего. У меня были скрипты на Котлине, на Баше, на Питоне, на Ноди и на чем-то еще. Это все с гид-фильтр репа, с гид-типа всякими разными магией. Для того, чтобы все это дело сделать, несколько раз я это десятков раз прогонял, пока не убедился, что вся история соответствует тому, что на самом деле нужно. Мало того, что надо это выложить один раз, это еще надо поддерживать постоянно. На поддержку тоже уходит много времени. По факту на вещи, которые компании не нужны. Если это не в open source внутренне, ты просто на это не тратишь время. Если у вас там просто стоит какой-то Debian, вы под него и компилируетесь, а вы выкладываете в open source, и тут у кого-то одна архитектура, один пакетный менеджер, другой, другие компиляторы, ничего не работает, к тебе приходит документация. Одну только. Все мы знаем, что поддерживать документацию дорого, а не поддерживать еще дороже. Куча вещей, которые нужно учитывать, на которые нужно закладывать время, если вы лежите в open source. А в чем тогда плюс? Какие вообще они бывают? Есть ли минусы такие серьезные? Ну, во-первых, все-таки другим, другому народу, вне компании, для решения каких-то их проблем. К примеру, в нашем случае есть человек, у которого тоже есть гигантский проект на PHP, такой тоже с 20-летней историей. Их фирма поставляла всегда решения типа в облаке. То есть клиенты регистрировались в облаке. Это B2B такой сервис для бизнеса. И они хотели поставлять коробку. А коробку из PHP поставлять просто нельзя, потому что ты по факту поставляешь исходники. И вот они переехали на KPHP, сумели это дело скомпилировать, и по факту поставляют коробочную версию, просто скомпилированный KPHP бинарник из плюсов. Вообще неожиданное применение, когда мы выкладывали open source, даже не думали над таким применением. Компании, ну компании для бренда. Можно об этом рассказывать на конференциях, писать статьи, каким-то образом вообще пиарить эту историю. Самому продукту для развития. В любом случае, независимо от того, пусть он мега узкоспециализированный, все равно есть энтузиасты, которые придут, которые будут контрибьюзить, которые заинтересуются команде, которая над ним работает. Ну для портфолио. Очевидно, что когда все мы когда-нибудь сменим работу, и когда человек меняет работу и говорит, ну я там 10 лет в Java Enterprise что-то там делал, это одно. А когда 10 лет твоей работы, вот они видны на GitHub, и каждая строчка кода, 10-летняя твоя история, это воспринимается работодателем совершенно по-другому. Ну и мне. Для удовольствия. Потому что когда во всяких чатиках скидывают какие-нибудь вот такие сообщения. Да, это прикольно. То есть в итоге получилось так, что в случае с ВК я занимаюсь ровно тем, чем и раньше. Я занимаюсь ровно тем, чем занимался, сидя с пацанами в стартапе, делаю свои языки, фреймверки, делаю то, что я считаю очень простым и интересным, а другие считаю сложным и непонятным. И с Java Enterprise не получилось, а в случае с ВК получилось. То есть бывают такие компании, которые позволяют таким, скажем так, как я, самовыражаться и в целом делать так, чтобы это приносило плюсы всем сторонам процесса. Я говорил то, что взять и выложить продукт наружу очень-очень-очень сложно. Кучу всего надо предусмотреть, кучу всего надо сделать. Но если изначально писать вещи, зацеленные под open source, тогда этот жирнющий, гигантский, самый большой, жирный минус уйдет. И вот как раз таки с 20-го года, с релиза КПХП, мы сделали еще несколько вещей. Просто изначально мы их делали под open source, поэтому их получилось достаточно много. Мы сделали линтер, но верифай назвали, который, это единственный линтер, который может анализировать такую кодовую базу, наш гигантский, гигантский монолит на 9 миллионов строк кода. Просто очень быстрый. Я когда-то придумал концепцию цветных функций, которые, типа, что функция может назначать цвета, допустим, красный, зеленый, желтый, а функция, когда вызывает одна другую, цвета смешиваются, и отдельно в палитре можно описывать, какие цвета можно смешивать, какие нельзя. И это, за счет этого можно выражать разные паттерны архитектуры, что плохо, что неплохо, где перформанс лик, где что-нибудь другое. На самом деле, очень красивая концепция. Тоже сделали инструмент, тоже выложили. Я про нее рассказывал, к примеру, на PHP Russia полтора года назад. Научились патчить IDE. Вот просто влазить в IDE и писать под них плагины. И теперь наши разработчики, вместо того, чтобы сидеть в консольках или где-то в админках, могут все делать кнопочками из IDE, прям визуально, не вылазя из кода. И мы тоже выложили это в вомансорс не для того, чтобы кто-то использовал, а для того, чтобы кто-то, если захочет для своей компании сделать то же самое, они хотя бы могли посмотреть, как мы это сделали. Потому что, когда мы это делали, посмотреть было некуда, мы сидели, дезассимулировали там всякие, сидели в комьюнити эдишн в IDE и разбирались в исходниках. Документации нет никакой, но вот теперь хотя бы можно посмотреть, как это работает у нас. Или вот, чтобы скомпилить кучу плюсового кода в бинарнике, я писал специальный распределенный компилятор совершенно отдельно, независимо от PHP, независимо от KPHP, просто чтобы компилировать плюсы в объектнике в промышленных масштабах. И об этом тоже буду рассказывать на C++ Russia. И даже модульность с PHP мы завезли, тоже я на Highload об этом рассказывал, и тоже это в open source. Ну и, конечно же, к PHP эти два года мы тоже развивали. И параллелизм у нас появился, и асинхронность, и FFI поддержка, и новые современные синтексы, с дженерики, и к нумоядрам, там всякие цепи у Афинити научились прибиваться. И ровно через два года, 11 ноября, только уже 20-22 года, в 12.12, я выложил на Хабре следующую статью. И на самом деле, вот после этого опыта я, в принципе, могу даже ответить на вопрос, каким образом появляются open source продукты в принципе. Вот все, чем мы занимались, оно появилось по той причине, что нам нужно было решить какую-то задачу, которую раньше никто не решал. Либо решали, но просто это не было в open source. Некуда было посмотреть. И в принципе, в любой большой компании, вообще в любой, мы там, Яндекс, Тинькофф, любые большие компании, у них есть специфические задачи, которые никто никогда не делал. Есть куча легоси и есть куча задач, которые никто никогда не делал. И не единственный, но, по крайней мере, точно один из возможных способов появления open source продуктов, это изнутри большой компании, изнутри больших задач. Ну и я вроде как рассказываю, то, что взяли, сделали, выложили, сделали, выложили, выложили, одно, другое, пятое, десятое. Но надо понимать, что это действительно сделать с нуля до конца очень сложно. Давайте попробуем ответить на вопрос, что нужно, какие условия нужны, чтобы это получилось. помните, я рассказывал в начале, что только в 27 лет пошел на работу, потому что мы с пацанами пытались денег заработать. Денег не было, вообще не было. Мы пытались делать проекты. Мы жили тогда втроем, я, Леха и Андрей. Мы взвали Бобби. Втроем в однушке в квартире в 330-й на Коменде в Питере. Это была квартира Андрея. Он как хозяин спал на кровати, а мы с Лехой спали на полу. Пытались прогать, пытались делать проекты всякие разные. Поскольку денег не было, еды нормальной тоже не было, мы постоянно покупали гречку. Мы ели гречку каждый день, сегодня, завтра, послезавтра. Просто каждый день гречка. Мы обычно вставали с утра, когда все просыпались, мы с Лехой такие с пола встанем. Что, за гречка пойдем? Ну ладно, пойдем. Просто дойдем до ближайшей ленты, купим там гречку, купим там. Я еще покупал салат монастырский такой, за 9,50. Помню, был в ленте, пятерку такую брал, приходили, варили гречку и прогали. Сегодня, завтра, каждый день одинаковое. Рабочие, выходные, вообще не важно. Иногда, когда очередной пользователь нам почему-то заплатят, или когда там родители денег подкинут, мы покупали там колку, колку часто покупали, и вот пацаны подливали мне колку, а я прогал. Я был вот просто идеальной машиной переработки колки в код. Вот пока мне подливаешь колку, я прогаю бесконечно, сутки, двое, трое, ночами, вообще без перерыва. Деньги заканчивались, колка заканчивалась, все равно приходилось идти спать. А каждый Новый год мы всегда покупали дошек, обязательно говяжий. Мы ели дошек и загадывали, что, ну, наверное, это последний раз. Наверное, в следующем-то году у нас будет уже все хорошо, и мы не будем есть дошек. Но вот от дошека к дошеку, к дошеку, к дошеку, к дошеку ты просто хоронишь проект за проектом, 5, 10, 20, и вот тебе 23, 24, 25, 26. Это уже все позади, но это было, и это никуда не исчезло. Я до сих пор, к примеру, уже 5 лет работая в ВК, до сих пор каждый год встречаю на работе, ем дошек и программирую. Все, что было, оно нанесло, скажем так, отпечаток. Вышло так, что в 2017 году я попал в ВК, я начал заниматься КПХП, и поэтому он стал таким, поэтому так все получилось. Я бы не пришел, ничего страшного бы не было, пришел бы кто-то другой, тоже начал бы что-нибудь делать, но КПХП был бы уже другим, потому что все-таки я вложил туда душу. Вот моя душа, душа моих проектов, состоит из гречки, колки и дошека, поэтому КПХП получился именно такой. Почему CoreJS получился именно такой? Вы все знаете историю Дениса, все его читали, пост на GitHub и так далее, и мы все понимаем, что только человек с таким характером и таким бэкграундом мог создать и с таким упорством поддерживать свой проект, несмотря на то, что происходило. И у каждого проекта на GitHub, независимо от количества звездочек, тоже есть своя душа. И именно из-за нее на самом деле рождается любой open source проект. Спасибо. Саша, спасибо. Очень отозвалось, потому что я тоже там на колки и на дошек и до сих пор возвращаюсь иногда. Вроде денег больше, а все равно возвращаешься и ощущаешь такие эмоции. Коллеги, у нас в оффлайне есть вопросы? Отлично. Добрый день. Меня зовут Владислав. Хотелось бы более узнать, насколько публикация в open source помогает самой компании развивать внутренний код. Несмотря на то, что это не внутренние интересы компании, но само развитие кода, которое происходит, оно помогает вообще как-то самой компании развиваться и решать какие-то неожиданные внутренние вопросы, например, безопасности и так далее. Ну, неожиданные внутренние скорее нет. Это помогает сотрудникам, как я говорил, мотивирует их, потому что ты уже не накостыляешь и не спрячешься. Тебя не отгородит начальник где-то там, что ну ладно, мы там все замнем. Нет, вот написал отстой, вот теперь пожизненно сиди на гитхабе, все это будут наблюдать. Мотивирует следить за качеством кода, мотивирует следить, ну, в принципе, за собой, но, по крайней мере, у нас не было таких неожиданных кейсов, что, вот как ты говоришь, просто, скажем так, если ты один раз вышел в open source, ты понимаешь, что это на самом деле легко, и у тебя начинают генериться идеи, что можно еще сделать вот это, выложить, вот это, выложить, вот это, выложить. Вот это, скорее всего, типа другой плюс, который можно отсюда излечь, просто он настолько неявный и настолько неочевидный, что ты над ним не задумываешься, и у тебя просто нет такой цели, это появляется само собой. Спасибо за доклад. Очень интересно было послушать. Вот в процессе доклада возникает вопрос, может быть, не к вам, не знаю, раз уже пришли к существующему проекту, потом уже его развивали. А почему транслятор с PHP, а не смена стека, например, как многие делают и сейчас, даже посреди уже большого проекта многие разворачиваются и идут, например, от PHP к GoLang или еще к чему-нибудь? О, вот это мой любимый вопрос. Вот на него я могу отвечать бесконечно, ладно, без эмоций, да? Нет, поймите правильно, я не пытаюсь принизить там, как-то уязвить, нет, просто интересно. Смотри, давай мы попробуем дать на него несколько ответов, каждый из которых будет правильно. Во-первых, у нас PHP кода действительно очень-очень-очень много. Ну, то есть миллионы строк и тесты все на PHP и прочее, которые просто не перепишешь. Во-вторых, мы получаем преимущество на самом деле от разработки на PHP, потому что это интерпретируемый язык. Вот представляешь, ты как бэкэнд-разработчик, ты просто пишешь код, заливаешь PSFTP, просто IDE тебе PSFTP синкать файлики в твой там девелоперский контейнер, и все, тебе ничего не надо компилировать, тебе ничего не надо ждать. Интерпретируемая разработка, это очень удобно. Если ты возьмешь гигантскую кодовую базу, неважно на чем, на любом компилируемом языке, там гошка, раст, плюсы, гигантскую, примерно сравнимую с нашей. И представь, что после каждого минорного изменения тебе надо это компилировать, но разработка примерно встанет. А тут мы получаем преимущество интерпретируемой разработки с одной стороны, а потом как бы КПХП гарантирует, что оно будет работать точно так же, только быстрее на продакшене. Поэтому интерпретируемая разработка, быстрая проверка гипотез и быстрая работа на продакшене с другой стороны. Мы совмещаем эти подходы, это очень удобно на самом деле получилось. Не умаляя преимущества интерпретируемых языков, я все-таки питончик люблю. Есть такая штука, как микросервис, и не нужно весь код перекомпилировать, чтобы какие-то изменения вылить. Ну ладно, это мелочь. Вообще, в принципе, тоже интересует, там большой достаточно проект получается, нужно было, я не знаю, поддерживает сейчас весь скоп ПХП, то есть он компилирует, или там есть какие-то особенности. и не возникало ли в процессе вот какого-то желания там все бросить и там заняться чем-то другим? Не весь, а достаточно, не весь скоп, а достаточно разумный. Ну, потому что в ПХП, как и в любом интерпретируемом языке, есть, не знаю, Eval. Зачем тебе Eval в продакшене? Вот зачем тебе Eval в продакшене? Мы это не поддерживаем. Зачем тебе смешивать, там, я не знаю, в одном массиве объекты, числа, хешмапы, что-нибудь еще? Это не выражается с точки зрения теории типов вообще никак. Мы это не поддерживаем. То есть мы не поддерживаем несколько вещей. Во-первых, то, что в принципе не компилируется. Всякие там Eval или вызовы там, обращение по именам, по динамическим, вызов функции по динамическим именам. То, что в принципе не компилируется. Во-вторых, мы не поддерживаем то, чего нам, именно вот как ВК, не было нужно. Ну, к примеру, то есть мы начинаем это поддерживать, начали там какое-то движение после выхода в open source, но в целом, к примеру, у нас мы не используем там мускуль, постгресс и так далее. Мы используем собственные движки, собственную сеть, сетевой протокол, даже у нас свой. Поэтому изначально, вот выложив это в 2020 году, у нас не было поддержки даже MySQL на самом деле, потому что нам никогда этого не было нужно. Но если бы мы не выложили и не начали бы работать, никогда бы и не поддержали. Ну и мы не поддерживаем всякие вещи, которые не стыкуются по типам и не должны. Мы не поддерживаем вещи, которые просто случайно забыли либо сложно поддержать. И на самом деле, вот если убрать из ПХП, из вот этого хаоса, который представляет ПХП, всякие евалы и прочую дичь, и писать на строгом языке, на том как бы строгом подмножестве, это становится очень удобно, внезапно, это становится понятно, это становится понятно для человека, для ИДЕ, для всех. И мы, получается, совмещаем преимущества, с одной стороны, что это остается интерпретируемым, а с другой стороны, что это просто быстро, почти как на плюсах ты пишешь. Вот и все. И хотелось ли мне все когда-нибудь бросить? Ну блин, я всю жизнь этим занимался, я всегда, типа, как может хотеться бросить то, чем занимался всю жизнь? И, ну просто, может быть, ради интереса делали какое-нибудь сравнение, вот в какие-нибудь бенчмарки, то, что в итоге у вас получается с реализацией, например, на самом собственно C++ или на каких-то еще языках, компилируемых, или на том же питоне, ну и, с одной стороны, бенчмарки по производительности, с другой именно по скорости разработки, может быть. По производительности, ну, типа, тут надо смотреть не совсем языки, сравнивая между собой некорректно. То есть, условно говоря, если я хочу доказать, что язык А быстрее языка Б, я это докажу. Если я хочу доказать, что Б быстрее А, я это тоже докажу, без проблем, для любой пары языков. Вот. Надо сравнивать другое, надо сравнивать то, как это ведет себя в реальности, на продакшене. То есть, к примеру, если мы возьмем какой-то там небольшой фрагмент кода, вот маленький, я не знаю, просто там в цикле бежит и по хештабничке что-то вычисляет. Ну, окей, мы можем даже там где-то проиграть. Потому что, ну, я не знаю, вот у PHP, к примеру, там с файловой системой они быстро работают, а мы просто не быстро, нам это никогда не было надо и прочее. Но по мере того, как вот сниппет из маленького кода становится реальным проектом, начинает обрастать абстракциями, функциями, геттерами, сеттерами, интерфейсами и прочее, скрывающими логику, вот тут мы начинаем кардинально выигрывать, потому что вот этот, как бы, zero-cost abstractions у нас получается, потому что во время компиляции мы кучу всего находим, и когда из маленького участка кода становится это реальным кодом, вот тогда мы выигрываем. И тогда мы, ну, в принципе, по скорости примерно как любой, ну, очень сравнимо там с Go и плюсами, вот так вот пальцем в небо, если не вспоминать, что я сказал изначально про пару языков, вот, а если сравнивать вот маленькие участки кода, ну, там уже плюс-минус, просто дисперсия у тебя в бесконечности уходит, и ты сравнивать не можешь никак. Вот и все. Спасибо. Так, друзья, о, боже, как много вопросов, но мы должны быть в тайминге, чтобы отпустить вас еще на перерыв. Мы сейчас зададим один вопрос, а все остальные можно будет задать, Саш, можно будет задать тебе в перерыве. Можно, вот где-нибудь меня поймать. или можете написать в чат, мы попросим Сашу ответить. Давайте, правда, последний, и будем ехать дальше. Мне повезло, я здесь недалеко сидел. Да, спасибо. Даже предыдущему докладчику я только что почувствовал, что как будто здесь Стив Озник и Стив Джобс были на сцене. Я прям понимал, какая энергетика от них исходит, и, скажем так, ну, это вдохновляет. Спасибо большое. Вопрос на самом деле у меня такой, да, то есть я человек, недавно только стал парагомистом, вот, и сейчас работаю на компанию, да, и есть какие-то вещи, да, которые не сделаны, да, то есть я использую две каких-то компиляции кода, да, соответственно, я что-то придумал, да, соответственно, я бы, например, хотел этим поделиться, да, но я даже не знаю, с чего начать, потому что мне платит разработчик деньги, да, я не могу поделиться своим кодом сообществом, и, соответственно, я даже не знаю, как это сделать, и вы, как люди, да, которые в open source давно рассматривали бы такую идею, как молодым, ну, любым разработчикам войти в этот open source с помощью юристов, да, с помощью каких-то вот таких вот разговоров, да, чтобы начинающий программист, например, понимал, что есть не только люди, которые, ну, то есть в компании можно, а именно open source можно заниматься с самого начала, вот, то есть не хватает какого-то такого большого комьюнити и каких-то людей, которые бы продвигали open source, возможно, даже именно в России, и сделать какое-то большое комьюнити, с поддержкой юристов, экономистов, вот такой у меня вопрос. Да, на самом деле одиночным контрибьютором действительно быть очень сложно, не хватает, давай придумывать, давай делать, на самом деле вопрос хороший, я думаю, что мы его точно, во-первых, обсудим на дискуссии, которая будет потом, потому что там есть, что обсудить, есть какие советы дать, есть на что пожаловаться и кого поругать, но на самом деле сообщество какое-никакое все равно есть, просто действительно, на мой взгляд, ему не хватает какой-то консолидации, как будто там все друг против друга, я надеюсь, что мы это каким-то образом изменим в относительно недалеком будущем. Спасибо большое, Саша, спасибо большое коллеге оффлайн, онлайн. КОНЕЦ